друзья всем привет турнирный бой против андер вейдена хочу показать так у него 19 ранг и юнит и у него тоже 19 ранга соответственно мне еще тяжелее было играть потому что это не 18 18 конфа тоже очень мощная но против 19 пришлось играть но об этом я-то не знал так турнир карта шелковый путь достаточно интересная карта конфедераты говорят что это сопра карта ну сопра карта на или не сопра карта я не знаю просто на ней хотя бы можно как-то играть и не умереть сразу аторов вот это как бы преимущество и данные карты то есть конфедерат не играет ногами на этой карте ему приходится играть руками то есть собираем ящики практически хорошо собрал ну как бы если конфедерат так собирал то можно было бы проектов или выходить уже из боя так идем пока на красных бустах стройка красная и потом уже как построятся центры снабжения включаем золотую добычу третий штаб идем короче это был мой первый бой и пока что еще единственный бой я не знаю как играть и в общем-то тестирую различные тактики здесь смотрим он третий штаб еще не вышел только вот сейчас у меня как бы секунд 40 я раньше вышел в 4 в третий штаб это возможно связано с тем что ему либо не хватало резов либо он просто поздно начал улучшать вообще чтобы делаю я здесь именно юнитов 3 кира то есть ягуары стрекозы и дикобразы почему я так играю да все просто есть вероятность того что на вас приедут молот или на вашего бота стрекозы в количестве 5 штук хотя бы смогут убивать молотов безнаказанно также такой момент что будет конфедерации почему-то намного сильнее чем сопровский если вы своему боту не поможете то есть шанс того что у вас просто бот заковыряет но я сделал здесь стрекоз чтобы просто таким вот образом выбивать вражеского бота и подкрепление которое на его бота чтобы они не умирали какой-то там разведку хотя бы такую делами либо напрягали вражеского так 5 стрекоз как вот видите как я и говорил пару дикобразов ягуар возможно ягуару можно и не делать типа сделать сразу стрекоз и несколько допустим диких но это по ситуации я как бы не знал будто молотый или нет что он вообще будет делать так в общем-то занимаем центр помогаем своему боту то есть видите конфорский бот лезет наверх и я его здесь встречаю выбивает то есть мой бот как бы подкрепление у него всегда свежая он может хоть как-то прессовать игрока и здесь конечно я не немножко удивился грены зевсы на самом деле вандервейден всегда так играет но я не мог подумать что это он он любитель наземной армии то есть принципе его ошибка на этой карте то что он не не за ней узнал вообще никаким образом авиацию то есть ладно он туры не хотел делать ну какие-то вертексы возможно для разведки там убивать какие-то малые отряды явно его месте все-таки бы делал так мы занимаем атаку центр пока на красном снабжении сидим ночью я подумал там рак просто и решил перейти на красную добычу выхожу здесь я еще в кречетов здесь вот разведка циклоном достаточно хорошо он держит урон 5 стрекоз по нему несколько серий провели он не упал так пока у нас четвертый штаб это я в минуте на 6 его начала пить то есть минус данной всех манипуляций в том что вы поздно пойдете в четвертый штаб у вас будет попозже эго хам полноценный ну зато у вас есть возможность не умереть сразу потому что мало ли какой вам попадется игрок и вероятность того что это будет молота рашер или молота рашер с пехотой то очень высокая поэтому надо играть сначала а третьего штаба по крайней мере пытаться каким-то образом сделать куту армию для защиты себя так потому что если вам бота сломают то вероятность того что и вас через 10 минут тоже не будет очень высокая то есть если мы сломаем бота конфы то наши отряды которые будут союзника да не такие будут мощные как конфорский так занимаем здесь центр до сих пород приезжает 1 хамелеон и делается кречет все клепается с одного завода то есть ягова у меня не хватает ресурсы простаивают можно было конечно включить производство но пусть лучше будет поступление пока мне нету смысла включать производство потому что я как бы не собирался ни на кого пока еще нападать я еще не знал что мне собственно делать так немножко у ссорь ускоримся потому что бой длинный видите плюс начальной армии есть мы пробиваем бота конфы здесь надо выбивать бункер который строится и всегда мы атакуем на снабжении то есть атаку никогда не включаем только в экстренных случаях пусть лучше у нас будет ресурсы простаивать но случае чего мы сможем поставить оборону на эти ресурсы здесь конечно нежданщик приезжают утка от армии вот что с ней делать уже непонятно снайперов тоже как-то делать не хочется потому что снайперы не ваншотят пехоту за два выстрела и 2 кого занимают и 64 ресурса стоит в общем дорого и неприятно снайперы есть у бота хоть они не очень полезны не знаю почему бот агрится на бота было бы неплохо если он помогал именно мне пробивал каким-то образом именно игрока здесь очень большая армия у него у меня здесь пару ягуар в один хамелеону я и здесь прикрываю бота хамелеона но здесь отряд не особо сильный здесь я своего хама за два выстрела потерял очень жесткая конфа 19 ранга и вся моя армия очень быстро сыпется то есть я фактически ничего не снес еще коричневым пытался помочь здесь я про хамелеона забыл возможно еще какие-то были моменты я пытался может что за контролить каким-то образом армию куча циклонов дикобраза не справляются два яга осталось там было их семь или пять а это уже другие воры по моему здесь вообще я думаю уже все слив ну типа вот так сделал хлама всякого и победа но так не должно работать то есть получается у меня армия более дорогая они и универсальная она проигрывает пехоте просто банальной пехоте которая вообще не умирает так отступаем занимаем оборонительную позицию у меня здесь после кречет и они его просто напугали вам помогу мне продавить спокойно если дальше пошел ну кречет и принципе отработали здесь неплохо урон у них не очень большой ну хорошо что здесь был всего лишь один тайфун со стороны конфедерата он возможно думаю что я буду играть только стрекозами до из воздуха поэтому сделал один тайфун то есть один тайфун и по ложка дзевса этого будет достаточно чтобы отбить теперь стрекоз в общем здесь копья мы новую армию уже включаем золотое снабжение хотя ресурсы простаивают ну вот я добавляю еще один завод ягуаров самом деле можно было бы третий завод поставить в теории принципе ресурсы позволяют но опять таки проверял тактики что можно делать там минусы нюансы первый бой последнее время играем мало потому что только турнирные бои иногда там тренировки играю чтобы не забывать как нажимать здесь вот мой уже ничего не может сделать где я мог помочь с тем чтобы он армию не терял я смог здесь уже не должен был год помогать но он не может пытаюсь и здесь как-то пробивать его отсюда принудительным огнем так ну теории у меня не видят хотя знает что я там то есть полноценно юнитов он не видит потому что хамелеон есть и поэтому он не приближается очень быстро здесь еще у меня отряд бота уже начинает рисовать достаточно неприятные ситуации происходят два хама есть то есть ну как бы он у меня особо и не хочет нападать возможно может боится то есть в обороне я еще смогу отбиться но я здесь подумал и решил прессовать бота с этой стороны то есть как обычно делают там с легендарной лиги парни пробивают бота то есть теория это должно сработать плюс я авиацию не видел если там нету торов то почему бы и нет то есть я безнаказанная смогу ему сломать армию то есть нормальный такой отряд сделал чтобы урона было наверняка здесь ставлю вышки против гренов где хватало места от строя двора там и ставлю вышки в общем то здесь я пытаюсь его пробивать здесь мой бот умирает канфу в принципе то что я здесь начал пробивать я его заставил отступить в последующих моментах сразу здесь ракетку выбил на случай того если у меня хамелеон выключится ракетку я мог бы и не снести за хамелеон потому что приоритет у ягуаров сначала по ближайшим зданиям потом по юнитам ракетку мы в последнюю очередь выбивали потому что она далеко стоит выбивать здесь завод самое главное и здесь начинает меня прессовать то есть немножко я здесь этой армии нижней не прогадал не с той стороны поставил еще хамелеон я включил но он между здания нормально не смог проехать ему пришлось объезжать от по ложку и таким вот образом ехать то есть я часть своей армии засветил весь он конечно смотрел встречаю здесь его в обороне у меня здесь строй двор второй ставится чтобы я мог дальше стенки ставить баррикадировать ему проходы чтобы он так легко не проезжал вот ставлю стенки как конфа делает но мои стенки не такие опасные они не прокаченные ну какую-то помеху все же буду делать тут надо было хамелеонами кататься то есть еще нижний отряд подвинул еще здесь пытался что-то делать здесь не все я воры достаю то есть надо было сделать более широкий фронту таким вот образом полукруг такой сделать мне еще здесь кречит и остаточные которые были летают у них очень слабая маневренность они и по ложку бота цепляют так здесь я пробил бота его принципе пару завода выдал уже не такой будет лютый спам здесь дикобразные вора наехал интересно выбиваю штаб я на самом деле думал что если боту выбить штаб то он не будет производить и не будет строиться но на самом деле видел один бой у бота осталась одна цена центр снабжения электростанция и он потом все равно отстроился то есть у него какой-то скрипт прописан что у него если хотя бы одно здание останется то он не умрет полностью надо было в угол отступить разложить здесь ягов и я бы часть армии ему бы еще еще смог выбить а я все-таки принял решение проехать вглубь и и пока ехал об здании поумирал то есть у меня было тут много ягуаров остался один так ну и здесь я пытаюсь прессовать на самом деле надо было поехать на игрока мне здесь хамелеоны севшие были я пытался его прессовать еще и далеко разложился то есть рады достают а ягуары молчат плюс ему еще дал время то что далеко разложился чтобы у армия сконцентрировалась в одном месте и он бы мне принимал более широким фронтом то есть чтобы зевсы нормально подъехали и стреляли не по одному хам его заканчиваются все по выключались ягуаров то достаточно но хамелеонам нету и он видит их и очень легко не выбиваются зевсами почитом вообще без проблем здесь мы отступаем здесь еще появляются циклоны ну я тут раздамажил армию точнее базу зеленого то есть мой бот смотрите какой уже мощный ягуары появились я замедлил его бота то есть там зевсов и не скоро еще они будут у меня здесь подкрепление от бота уже солидная 6 ягуаров даже 7 еле-еле убивают ему ему этого зевса то есть если бы было бы столько зевсов они бы за раз всех ягов по ланшот или за пару выстрелов а зевсы конечно крепким здесь мамонты еще настреливают ну мы выдвигаемся в помощь здесь мы ставим здание по моему пушку я здесь ставлю на всякий случай станцию добавляю завод улучшаю наверное для двух хамелеонам возможно я хотел делать мамонтов я уже не помню сможет я мимо нажал так принимаем и здесь холма его градов то есть градов я выбил это самое неприятное что может быть потому что у града сплэш неплохой если зевс бьет в одну точку то он может не попасть ограды бьют сплэшем и там очень много ракет и урон неплохой то грады будет по опаснее чем зевс помогаем здесь боту своему таким вот широким фронтом и здесь расставляемся но опять куча грена уже появляется зевс и града и не знаю с двух заводов наверное делает так ягуар и смотрим как ягуар потеряется два выстрела и все яга моего нету практически даем хамелеона боту у него есть тут пару ягов то есть неплохо тоже урон могут носить ну и на атаке золотой пробивали мы это все дело сейчас я уже вижу что это как бы пробита немножко и можно сэкономить бустовые включить красную атаку то есть в свою очередь а во время помог боту и принципе он не отплатил тем же помогает мне в общем-то забирать его базу вот бой подходит концу друзья пока только один сыграл сегодня завтра может начну играть если будет время на этом все спасибо за просмотр всем удачи тащите в туре командиры всем пока а